друзья мои всем привет сегодня я буду заниматься монтажом смесителя для гигиенического душа смеситель для установки на унитаз если вдруг по какой-то причине у вас не получается сделать установку монтаж смесителя гигиенического душа посмотреть это видео возможно этот способ и это смеситель как раз будет для вас поэтому рекомендую просмотру рекомендую для репоста но в общем рекомендую для всего очень полезное видео для тех кому это интересно и для тех кому это даже не интересно все равно рекомендую посмотреть поэтому я начинаю а вы смотрите поехали задача будет такая после ремонта ремонт был сделан очень давно заказчики хотят чтобы у них был гигиенический душ так как пространство для установки гигиенического душа у нас мало поэтому мы сегодня будем устанавливать гигиенический душ на унитаз вот такой вот приставная планка который крепится за счет крышки унитаза и сбоку у нас будет находиться сам смеситель для этого нам нужно сделать подключение где у нас располагается счетчики холодной горячей воды впаиваем туда в трубопровод два тройника на устанавливаем два обратных клапана два крана и шлангами уже получается через стеночку соединяем с гигиеническим душем вот в этом месте у нас будет располагаться сам смеситель для гигиенического душа в общем пока как то так приступаем сначала с демонтажа крышки унитаза потому что она у нас треснутая и будем заменим ее на новую просверлим отверстие шланги соединим впаяем тройники план кабан понеслась пока утюг у нас стоит на разогреве давайте посмотрим как выглядит сам смеситель вот такой вот незрачная упаковка здесь вот у нас в этой коробочке находится лейка лейка не пластиковая она практически вся полностью состоит из жесткого материала это латунь вот такая вот красивая личка она идет уже в комплекте отдельно покупать ничего не нужно так далее далее у нас смеситель который будет устанавливаться на планку планку чуть позже покажу вот так вот выглядит смеситель здесь в общем одно отверстие для гигиенического душа а два отверстия для до подвода воды вот так далее соответственно с шланг шланг он небольшой где-то метр двадцать длиной может даже чуть подводка подводка 40 сантиметров но мы использовать не будем нам нужны шланги по длине и поэтому сразу мы взяли полтора метра так естественно крепление для того чтобы закрепить смесители на планке ну и соответственно сама планка она планка выглядит в виде вот такой вот конструкции из нержавейки наверное это нержавейка не могу я спектральный анализ дел для того чтобы определить что это за материал я думаю тут нигде инструкции нет для того чтобы прочитать в общем обратите внимание сюда крепится смеситель сюда крепится лейка вот это отверстие ну может для чего-то но и надо вот это же длинное отверстие это для крепления самой этой конструкции самой этой планки для на унитаз с помощью крышки унитаза но как все это будет происходить естественно вам покажу поэтому распаковка завершена приступаем к монтажу тюк у нас согрелся первым делом делаем врезку в системе водоснабжения поехали для врезки нам нужны два крана холодная горячая вода два обратных клапана выглядит они как фильтр но на самом деле это обратный клапан будем ставить его так ну соответственно два тройника и два уголка чтобы направить эти кранчики вниз ну так в принципе она будет собираться как чуть-чуть вот так вот сделаем чтобы не мешало ничему вот принципе весь план сборки нашей конструкции для подключения систем водоснабжения и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, в общем, два крана с тройником и с обратным клапаном Я установил, новенькие тройники стоят Сразу видно, что это новая врезка Потому что отличаются они по цвету И на видне все подключил Резинки сразу заменил на вот этих вот местах Где у нас идет соединение счетчиков Потому что с этой стороны он подкапывал И что, теперь дело за малым Теперь установить нужно сам гигиенический душ И подключить шланги к этим двум кранчикам И запустить систему в работу Все Теперь снимаем крышку унитаза Субтитры сделал DimaTorzok Вот примерно так у нас будет располагаться здесь планка Далее нам нужно закрепить для начала смеситель Вот где-то вот в этом месте Сразу говорю, эта планка универсальная Ее можно крепить как с этой стороны, так и с той стороны Ну, как удобнее Где будет больше места, с той стороны можете закрепить Так, ну, с этой стороны у нас места не позволяет Так как уголок будет мешать Поэтому с той стороны самый оптимальный вариант Вот таким вот образом, в общем Обратите внимание, вот такой вот есть переходничок Этот переходничок у нас закручивается вот в это отверстие Это выход для шланга Также он является непосредственно и креплением смесителя к планке Вот здесь вот есть уплотнительная резина Которая при зажимании При более таком плотном зажатии Обеспечивает герметичность соединения Ну что, делаем, в общем, монтаж Вот такие вот обычные крепления, как на всех смесителях Единственное отличие, это вот такой вот переходничок Шланги можно вкрутить сразу, можно потом Так, фиксацию смесителя произвели Проверяем Стоит, не шевелится, уже хорошо И получается, вот в эти отверстия мы будем вкручивать шланги Холодные и горячие водоснабжения Так, можно это делать сразу Можно это уже сделать после монтажа Я думаю, сделаю это сейчас И потом спокойно закреплю смеситель на место Так, да, еще чуть не забыл Нужно вкрутить еще вот этот самый переходничок Для шланга гигиенического душа Тут можно все затягивать от руки Потому что давление не будет создаваться Если вы, конечно, не забудете закрыть кран Поэтому для тех, кто забывает закрыть кран Я устанавливаю обратные клапана Чтобы не было смещения в воде холодной и горячей Потому что бывают такие ситуации Когда человек просто воспользовался гигиеническим душем Забыл его закрыть И пошло смещение Соседи начинают жаловаться в управляющую компанию То, что у них в стояке либо холодная, либо горячая вода Ну, в зависимости от того У какой из воды давление будет больше Так, ну, в общем, все готово Пошли делать монтаж на унитаз Итак, я сразу взял два игольчатых шланга Пара Длиной 150 сантиметров Ну, чтобы с запасом И чтобы мне там сильно не напрягать шланги Для того, чтобы доставить воду от крана до смесителя Открываем, распаковываем и засовываем Ножу в шахту Хотел сначала просверлить отверстие Но потом обнаружил за унитазом Вон там есть отверстие Через которое выходит шланг для унитаза Поэтому решил через это отверстие Просто просунуть свои новые шланги Так, шланги, в общем, я просунул Они проходят через то же самое отверстие Теперь главное не перепутать Какой шланг горячей воды Какой холодный Вот это у меня в руках сейчас горячий Как я это определил? Очень просто Вот у меня шланг Сейчас я буду вращать Вот видите, шланг шатается Это у нас горячая вода Так, и теперь этот шланг я должен закрутить смеситель Горячая вода у нас всегда должна находиться сплева Поэтому закручиваем его слева Ну и, соответственно, вторая Это у нас холодная вода Она у нас справа Затягиваю я все от руки Потому что этой силы достаточно для того Чтобы было герметичное соединение Так, ну тогда сразу давайте И шланг подключим Пока полностью не зафиксировали Так, здесь у нас обычная гайка На 1-2 дюйма Ну, здесь можно немножко помочь ключом Ну, получается все Теперь нам нужно просто установить Стульчак Так, закручиваем гайки Которые фиксируют стульчак на унитазе Насколько удобно можно выдвинуть смеситель Чтобы он не мешал пользоваться унитазом Ну и все, фиксируем его окончательно Еще раз проверяем Вот у нас планка Вот у него держатели крышки унитаза Которые зафиксировали планку на месте Смеситель у нас на своем месте Осталось поставить лейку Лейку у нас вот Находим шланг Убираем Транспортировочные гайки Закручиваем Смеситель Лейку Соединяем Все Монтаж завершен И вот таким вот образом В общем она у нас будет находиться На унитазе Как видим все довольно просто Любой монтаж То есть можно монтировать его После ремонта Даже там где вы еще не сделали ремонт Но вам нужно допустим Вы хотите установить гигиенический душ Вот такой вот монтаж Самый простой Без особых усилий Единственное вам понадобится Либо утюг Либо какое-то там Крепление То есть соединение С системой водоснабжения Для того чтобы обеспечить Смеситель гигиенического душа Вадовый Ну что ж Теперь остается Его только запустить И проверить в работе Итак Запускаем воду в систему Краны открыты Напоминаю Горячая и холодная вода Проверяем На наличие протечки Протечки нету Остальные соединения У нас тоже сухие Ну и что Теперь Проверяем Как работает наш смеситель Тоже наличие протечки Проверим в местах соединения Открываем Рекомендую сначала Открыть лейку Чтобы скинуть давление И потихонечку Открываем кран Ну и в общем Открыли кранчик Таким образом Регулируем Температуру Которая будет удобна Для пользования Попользовали Закрыли кран Скинули давление Стряхнули И установили Лейку на место Все Процесс монтажа Смесителя гигиенического душа С лейкой На унитазе Завершен Кстати По поводу Какая фирма У этого гигиенического душа Отсутствует Какое-либо название Фирмы То есть Это получается Фирма Без названия Ну Для тех Кто вдруг спросит Какой фирм Установил смеситель Они Есть Разные То есть Разные фирмы Процесс монтажа Практически Одинаковый Единственное Что у вас Может меняться Смеситель Либо лейка Шланги Соединения Остальное Все подключение У него Одинаково Поэтому Вот Как-то так Процесс Завершен Всем спасибо За внимание И до новых встреч На новых видео Понравилось видео Ставим лайк Пишите в комментариях Как вам Такой смеситель Как вам Такой процесс Монтажа Ну и чего-нибудь еще Все Всем спасибо Всем пока Итак В общем Небольшая поправочка Вот эта вот резинка Которая установлена Была вот на этом Переходничке С 3 восьмых На одну вторую Я ее убрал Так как После включения Работу Лейки Она начала Подтекать Дело в том Что когда я зажимал Гайку Резинка Она смялась И вот так вот Вот таким вот образом Она стояла в трубе И пропускала воду Поэтому эту резинку Я сразу убрал Использовал Для соединения Паклю Вот она Весь обмотанная Ей И фумку Такое соединение Более надежное Но можно использовать Гель пасту Кому что Нравится Ну под рукой У меня была Вот это только Фумка с паклей Поэтому я подмотал На нее Соединил И проверил Все Соединение герметично Поэтому не всегда Резиновое соединение Бывает эффективным Если была Паранитовая прокладка Она была более надежная Но резинка Она смялась И не обеспечила Герметичность Соединения Поэтому она Сейчас у меня Валяется вон там В унитазе Мусором Поэтому смываем Смеситель Я проверил Все Теперь Соединение герметично И монтирую В общем На место Вот так вот На этом все